Дратья мои, я приветствую всех в любовь нашего Господа Иисуса Христа. Благодарность Господу, что Он нам дал возможность забраться. Мы что-то оставили дома, какие-то свои дела, и приехали сюда. И, вы знаете, друзья, это хорошо, когда мы ищем Господа, хотим быть в Его присутствии, хотим иметь общение с Ним и друг с другом. Вы знаете, общение с Господом и вообще это общение церковное между братьями и сестрами, оно никогда не проходит без славы. Оно всегда приносит какие-то благословения, какие-то хорошие последствия в нашей жизни. Поэтому еще раз говорю, благодарность Господу, что мы собраны, и мы можем видеть друг друга и вместе славить Иисуса Христа. Ну, мы будем сегодня, друзья, приняли так же, как и на прошлом братском служении, от каждой церкви братья будут делиться словом и в конце призывать к молитве. Вы знаете, молитвы много не бывает. Я думаю, что у нас, наоборот, есть недостаток. Может быть, Господь хочет, чтобы мы больше молились, не ради каких-то рекордов, но чтобы быть в таком постоянном общении с нашим Господом. Потому что именно в этом наша сила, когда мы с Ним соединяемся, когда мы с Ним имеем общение. И наоборот, люди теряют силу, когда теряют общение с Господом. И мы порой видим проблемы, возникают у христиан, и понимаем, корень в том, что человек теряет общение с Богом. Поэтому вот сегодня мы будем делиться словом, молиться, потом сделаем небольшой перерыв, и дальше у нас будет такое общение уже более свободное, если так можно сказать, какие-то вопросы. Кстати, мы в прошлый раз говорили о том, что, возможно, какие-то вопросы по Писанию, и мы можем порассуждать какие-то, пусть Бог нам поможет, такие трудные места Писания. Мы будем говорить о конференции, которая у нас, если Бог позволит, состоится 5-6 мая. И мы также с братьями говорили о том, чтобы подумать, какая тема конференции приемлема, то есть предложение на этот счет. Ну, может быть, еще какие-то другие вопросы у нас. Друзья, я хочу поделиться словом Божьим, и мне сегодня хочется говорить о Духе Святом. Я люблю очень эту тему, очень люблю говорить о Духе Святом. Я думаю, вы тоже любите, потому что мы понимаем, благодаря присутствию Святого Духа в нашем сердце, наша жизнь имеет избыток, наша жизнь полна смысла, и мы можем благодаря Духу Святому угождать Богу и делать дела, к которым Он нас призвал. И вот как раз недостаток исполнения Духом Святым, недостаток присутствия Духа Святого в сердцах ведет к засухе, ведет к бесплодности, и, ну, порою, недостаток способности от Бога. Люди пытаются заменить вот какими-то такими естественными человеческими вещами, облекая их в религиозные одежды. И, как сказал один проповедник, он говорит, что если бы сейчас Духство был забран, многие бы церкви этого не заметили. То есть настолько они привыкли трудиться, жить без Духа Святого, хотя это сложно представить, но так бывает, друзья. Поэтому первое место, которое я хотел бы прочитать, это Евангелие Канна, седьмая глава, с 37-го стиха, 37-й, 38-й, 39-й стих. Вы все помните это место? Я напоминание нам его прочитаю. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живо». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот такое место, в котором звучит призыв, призыв самого Господа. Он говорит ко всем людям, Он говорит ученикам, Он говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живо». И это Он сказал о Духе. Друзья, вот посмотрите, был и Дух Святой на Божьем народе во времена, которые мы называем времена Ветхого Завета. Ну, до заветных времена, и время, когда уже Бог заключил с Израилем свой завет. Был ли Дух Святой в народе Божьем? Конечно, был. А как тогда пророчествовали пророки, например, да? А как они совершали чудеса и знамения? Конечно, Он был. Конечно, Он трудился в сердцах людей, Он трудился в тех, кто уповал на Господа, любил Господа, следовал за Ним. Но вот почему-то Иисус так интересно заявляет, Он обращается к людям, которые Его окружали, к ученикам, и Он говорит, «Еще не было на них Духа Святого». И здесь указана причина. Потому что Иисус еще не был прославлен. Вот по этой причине на них не было Духа Святого. Хотя нельзя сказать, что вообще не было никаких действий. А как ученики ходили, исцеляли, изгоняли бесов? Это же именем Иисуса, это же Дух Святой совершал. И мы читаем, что Дух Святой был с ними, но еще не был в них. И вот, когда мы говорим об Израиле, об Израиле до пришествия Христа, мы можем сказать, что, конечно, Дух Святой был на отдельных личностях. Он был на пророках, Он был, может быть, на правильных людях, на святых людях, но Он не был на каждом из израильтян. Вот нельзя сказать, что, к примеру, два миллиона израильтян, составляющие народ Божий, и на всех пребывал Дух Святой. Вот этого не было. И вот мы смотрим, друзья, время, начиная от дня Пятидесятницы. Мы видим, что в день Пятидесятницы Бог создает Церковь свою, рождается Его Церковь, потому что, когда ученики ходили за Господом, Иисус говорил о Церкви как бы в будущем. Вот уже были 12, возможно, были 70, другие ученики, но Он говорил, я создал Церковь мою. То есть, Он говорил об этом в будущем времени. Я создам. И вот в день Пятидесятницы, мы видим, эти слова исполняются, приходит Святой Дух, и рождается Церковь Божия. И уже мы видим, после проповеди Петра, когда Он призвал к покаянию, охотно принявшие Слово, Его присоединились. Почему? В Церковь. В рожденной Церкви. И смотрите, друзья, чем отличается время Нового Завета и время до пришествия Христа? Время, начиная от Адама, потом там от Моисея, время Завета. Чем оно отличается? Во времена Ветхого Завета только отдельные личности могли иметь Дух Святой. Во времена Нового Завета все поверывавшие в Господа могут иметь Дух Святой. Это только одно различие, друзья. Я хочу сказать, что Дух Святой, пребывающий на пророках, пребывающий на святых праведных людях вот в те времена, до Завета, после заключения Завета с Израилем, Он в них был, Он в них действовал, но Он не приносил той полноты, которую Он приносит сегодня в жизнь верующего человека. Потому что вот здесь есть причина, да? Иисус еще не был прославлен. Мы потом затронем вот это место. Это очень важное место Писания. Вы знаете, друзья, вот Дух Святой, излившийся в День Пятидесятницы, тот же самый Дух, которого мы сегодня принимаем, жаждем, получаем крещение Духом Святым, Он приносит в нашу жизнь полноту. И эта полнота связана со смертью Господа и с Его воскресеньем. Дух Святой, пребывающий на пророках Ветхого Завета, Он только указывал на ту благодать, которая назначена нам сами. Помните, Петр об этом пишет. Он только указывал на те страдания, которые нужно будет претерпеть Божьему Сыну, Мессии, Он придет, Он умрет, Он воскреснет. Он указывал. Дух Святой, тот же самый Дух, но действующий в Новом Завете, Он не просто указывает на страдания Христа и на Его воскресенье. Он в наше сердце приносит силу Креста Голгофского и силу Воскресенья. Вот в чем разница. То есть мы видим вот это более полное благословение Духа Святого в жизни народа, с которым Бог заключил завет, Новый Завет уже. И вот смотрите, друзья, вот эта фраза, на них не было еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Давайте мы немножко порассуждаем. Конечно, мы можем сказать, как это относится к нам, мы же уже крещены Духом Святым. Вот прежде чем мы будем говорить над этим местом, давайте мы прочитаем из послания Галатам, у кого из вас есть Новый Завет, третья глава. Я прочитаю с первого стиха. Послание Галатам, третья глава, с первого стиха. Он из мысленной Галаты. Кто принстил вас в непокоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производят? Или через наставление в вере? Вот посмотрите, Павел как бы здесь подчеркивает две стороны сошествия Духа. Говорит, что через дела ли закона вы получили Духа. То есть, возможно, это первоначальное действие, когда человек получает крещение Духом Святым. Дальше, в пятом стихе он говорит о сошествии Духа, об излиянии Духа, как бы в настоящем времени, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона это производят? Или через наставление в вере? Хочу вот этим местным писанием дать ответ на тот вопрос, как относится к нам вот это Евангелие от Иоанна, где говорится, что на них не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Друзья мои, очень важно знать, на каких условиях Дух Святой приходит в нашу жизнь. Да, мы крещены Духом Святым, но к нам, крещенным Духом Святым, есть такая заповедь. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. То есть, вот нужно знать, на каких условиях я могу получать от Бога исполнение Духом Святым. Мы часто говорим о пробуждении, мы часто говорим об излиянии Духа Святого и правильно делаем. Мы в это верим, мы это исповедуем, мы видели в истории Церкви, мы видим это в Писании, что излияние Духа Святого это реальность. Эта реальность заключается в том, что мы с вами можем пережить гораздо более мощное действие Духа Святого в своей жизни, такое, какого мы еще, возможно, не переживали. Да, об этом говорит Писание, повторяю, это было в истории Церкви. Но нам нужно понять, друзья, на каких условиях, вот на каких условиях я могу исполняться Духом Святым. Ведь это проблема. Некоторые христиане не исполняются Духом Святым. Бывают и братья, не только сестры, бывают братья, не исполняются Духом Святым. Это реальная проблема, и ее нужно решать. И вот, чтобы ее решить, нам нужно увидеть, повторяю, на каких условиях дается Дух Святой. Смотрите, Христос говорит, вернее, мы видим, что Иоанн говорит, как бы комментирует призыв Иисуса, кто жаждет, иди ко мне и пей. И он говорит, что на них не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но, помните, кто-то из апостолов говорил, что вот так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. То есть, мы понимаем, слово прославлен, оно имеет для нас значение, когда мы рассматриваем вот в таком контексте того, что совершил Христос. Прославление не было бы без долгов. Понимаете? То есть, когда говорится, что Иисус был прославлен, это говорится о том, что Он совершил дело искупления на кресте Голгофы, воскрес и вознесся во славе. Вот эти три таких важных аспекта. Умер, воскрес и вознесся. И вот, благодаря этому, только благодаря этому, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. Хочу, чтобы мы это особенно отметили и запомнили. Только благодаря Жентве Христа, благодаря Ему воскресению, пришел Дух Святой. Никаких других причин больше не существует, друзья. Причина не в нас. Причина даже не в том, что мы жаждем, хотя жаждать очень важно, сам Иисус об этом сказал. Причина прежде всего в том, что Иисус умер и воскрес. Вот только поэтому пришел Дух Святой в день Пятидесятницы. Возвращаясь к посланию к Галатам, смотрите, с чего начинает Павел вот эту третью главу. Он говорит, «О несмысленные Галаты, кто предстил вас не покоряться истине, у вас, у которых пред глазами преднадьерным был Иисус Христос, как бы у вас распятый». То есть Павел, проповедующий в Галатах, он так донес весть о этой великой жертве Иисуса Христа до Галатах, что как будто бы, знаете, как нарисованная картина пред глазами, их пред духовным взором стояла, они как бы видели Христа распятого. Настолько это была сильная проповедь в Духе Святом. Но и Павел как бы подчеркивает, смотрите, что вот именно благодаря Иисусу распятому и вашей вере в Иисуса распятого вы получили Духа и Дух Святой продолжает совершать чудеса в вашей жизни и исполнять вас собой. Вот именно благодаря жертвы Христа. Вы знаете, друзья, я вот увидел две таких крайности, которые мешают христианам исполниться Духом Святым и решить пробуждение и излияние Духа Святого. Две крайности. Одна крайность, это крайность в Галатийской церкви, это законничество. Здесь апостол Павел потом дальше говорит, вот 10 стих, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Что законом не оправляется пред Богом, никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что правильной верой уже будет. Итак, смотрите, друзья, в чем была проблема галатийских церквей. Они утверждали себя на делах закона. Что это значит? Это значит, что они считали, что если они будут исполнять закон заповеди Божии, первое, они спасутся, второе, благодаря этому они будут получать Духа Святого и так далее. Вот что значит утверждаться на делах закона. Это когда человек считает, что он будет исполнен Духом Святым и будет спасен, потому что он исполняет заповеди. Это не означает, что заповеди не надо исполнять, я потом этого коснусь. Друзья, мы спасаемся не потому, что мы исполняем заповеди, мы спасаемся благодаря Христу. Вот это очень важно не путать. Только Христос является Спасителем. Написано нет другого имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись. Но спасение, данное Христом, его нужно сохранить. Для этого нужно соблюдать заповеди, тем самым выражая любовь к Богу, потому что написано кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Но проблема в Галатийской церкви была в другом. Они все пытались заслужить исполнением заповедей Божьих. Спасение, излияние Духа Святого. Они пытались это заслужить. Они утверждали себя на делах закона. Многозаветное учение говорит, что мы утверждаем себя на Иисусе Христе, друзья мои. Мы не утверждаемся на делах закона. Мы не хвалимся тем, что мы исполняем заповеди. Вы знаете, друзья, если кто-то из нас хвалится внутри себя тем, что он исполняет заповеди, он в неправильном положении перед Богом. Хотя заповеди надо исполнять. На этим нельзя хвалиться. Понимаете? Исполнение заповедей Божьих это следствие того, что я соединен со Христом. Понимаете? Вот, друзья, это одна причина, почему христиане не могут исполниться и исполняться Духом степь. Они утверждают себя на делах закона. Такой человек прожил день, и он внутри себя хвалится. Так, ну вот я сегодня не грешил, я не прелюбодействовал, но Бог должен меня исполнить Духом степь. Смотрите, Павел говорит, 5 стих, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона это производит? Нет. Он отвечает. Ну, он как бы задает вопрос, или через наставление веры? И ответ очевиден, конечно, через наставление веры. Что значит наставление веры? Это то, когда людей правильно учат уповать и верить в Христа распятого и воскресшего, и что именно благодаря подвигу Иисуса Христа мы можем быть крещены и исполнены Духом Святым, и другой причины нет. Но это только одна крайность. А есть другая крайность, друзья. Это так называемые в кавычках благодатники. В кавычках. Потому что истинная благодать никогда не учит нас не святой жизни. Я помню, я, может быть, уже говорил, братья, читал такое выражение, мне очень понравилось, что если благодать вас не ведет к святости, это не истинная благодать. Вот я такое слышал, я уже рассказывал, как один брат беседовал с людьми царизматической церкви, и говорит, да вот, мне надо исповедоваться, а ему говорят, зачем исповедоваться, мы же по благодати. То есть, видите, это такой один из примеров неправильно понятой благодати. благодать благодать не исключает не исключает что надо исповедоваться, что надо покаяться, благодать совершенно не исключает того, что нужно жить свято перед Богом, и благодать именно этому и учит. Написано, явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, отверг нечестия и мирские похоти, целомудренно и правильно жить в нынешнем веке. Вот чем учит благодать, истинная Божия благодать. И Павел говорит, что вы познали благодать Божию в истине. Поэтому, друзья, благодать это не чувство эйфории, это не повод к угождению плоти, это не повод жить как я хочу, потому что я не под законом. Благодать дается для того, чтобы любить спасителя и угождать ему. Но вот эта крайность, так называемые благодатники, то есть люди неправильно понявшие благодать, они говорят так, что Дух Святой в любом случае будет изливаться, как бы я не жил. Я могу угождать плоти, я могу грешить, но я же под благодать, все равно благодать будет изливаться. Вот это другая крайность, и она тоже неверная. Смотрите, что говорит Павел Римлянам, 6 глава. Итак, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли до греха, как же нам жить в нем? То есть Павел очень четко и ясно показывает, если ты хочешь, чтобы благодать умножалась в твоей жизни, чтобы благодать возрастала, и ты возрастал в благодати, ты не можешь оставаться в грехе. И Павел дальше развивает учение о нашей смерти для греха, о смерти ветхого человека для греха. Но, вы знаете, друзья, так я чуть-чуть коснусь этой темы, почему иногда то, что пишет Павел Бримлина шестая глава не действует в жизни верующих людей. Там и четко написано, ветхий наш человек распят вместе с ним. В прошедшем времени, как бы окончательно совершенное дело. но, мы порой не видим, что ветхий человек был распят, чтобы он совсем не действовал. Потому что, друзья, это только один из этапов. Вот, вера в то, что наш ветхий человек распят, и мы похоронены в крещении. Там Павел пишет, что мы погребены с ним в крещении. Это только один из этапов. К этому, это отдельная тема, я просто так немножечко к этому важно добавить, что, да, ты веришь, что твой ветхий человек распят вместе с ним, но если ты не будешь бодрствовать и молиться, это не будет действовать в твоей жизни. Поэтому сюда добавляем бодрствовать и молиться, сюда добавляем 7 глава Кремлевна смерть для закона, сюда добавляем 8 глава Кремлевна водительство духомстым. Вот, когда это все в совокупности есть в нашей жизни, тогда это работает. Тогда мы увидим смерть Христову, смерть до греха в нашей жизни. А если мы молимся и говорим Господь, да я верю, конечно, я распят, я умер, я погребен, а ты не бодрствовешь и не молишься элементарно. Это не будет действовать, Вернее, это не принесет той полноты, которую Бог хочет нам дать в этих благословенных Истрах. Итак, друзья, мы видим две крайности, два неправильных понимания, по какой причине Дух Святой сходит на нас, наполняет нас, и по какой причине пробуждение может прийти в нашу жизнь. Дела закона мы пытаемся заслужить излияние Духа Святого, заслужить пробуждение, и наоборот, жизнь без заповеди Божьих, когда человек, неправильно понимая благодать, живет как хочет и верит, а все равно благодать придет, не придет, Не придет, и придется ее чем-то заменить, что мы и видим вот такую ложную харизматию, когда благодать заменяется эмоциональностью, какими-то ложными проявлениями, ложными откровениями, потому что как бы ее ждут, а она не приходит. А что тогда делать? Тогда надо ее заменить. И, вы знаете, внешне иногда это выглядит даже очень эффективно, но только внешне. И человек, чье сердце приучено к различению добра и знала, он понимает, нет, это не Божье. Это замена, это подмена Божьего Духа. Такое бывает. Такое бывает. Я не хочу сказать, что это прямо вот к какой-то там конфессии относится, нет, но такое бывает. Ложная харизматия. Поэтому, друзья, вот мы сейчас подходим к тому, чтобы нам с вами увидеть, какие же условия, какие же условия я должен соблюсти в своей жизни, чтобы исполняться Духом Святым, и чтобы в нашу жизнь, в нашей Церкви пришло пробуждение. Первое. Вот о чем мы с вами говорили. Дух Святой приходит только на основании того, что совершил Христос. Не на основании нашей праведности, друзья. Не на основании нашего ума, наших способностей, нашей красоты. Нет. Дух Святой приходит в нашу жизнь. Мы получаем крещение Духом Святым, в последующей жизни мы исполняемся Духом Святым, и мы можем переживать пробуждение одно такое самое, одно из самых главных условий благодаря Кресту Иисуса Христа, благодаря Его воскресения, благодаря тому, что Он был прославлен. Вот это главное условие. Если мы ищем Господа, друзья мои, если мы ищем того, чтобы Дух Святой наполнял наше сердце, мы должны всегда прославлять Иисуса, прославлять Его за то, что Он умер за нас на Голгофе, за то, что Он воскрес для нашего оправдания. Вот это главное условие для излияния Духа Святого. Иными словами, наш духовный взор должен быть сосредоточен на Личности Иисуса Христа. Как говорит апостол Иоанн, что мы Его рассматривали, помните? Мы Его рассматривали, осезали руки наши, но наши руки не могут Его осезать, но мы можем рассматривать Господа глазами сердца, через Писание, в Духе Святом. Мы можем рассматривать Его красоту, Его подвиг, Его славу. И вот, понимаете, друзья, когда мы перестаем славить себя, а человек, когда утверждается на делах закона, он обязательно себя будет славить. Это может быть скрыто, это может быть глубоко в сердце, но он обязательно себя будет прославлять. То же самое, друзья, когда человек благодатник, да, он неправильно понимает благодать, там все равно будет гордость, она будет скрыта, знаете, вот, такой вот, она будет скрыта, но она все равно там будет, понимаете? Вот, но, посмотрите, друзья, только при условии, если Иисус будет прославлен и возвеличен в нашей жизни, мы будем переживать могущественное действие Духа Святого. Вот, это очень важно, друзья, очень важно, чтобы мы к этому пришли, но в то же время, да, это не означает, что нам чужды заповеди Божии, я обещал коснуться этого момента, мы просто понимаем, что я не заслуживаю, даже если я сегодня вот все заповеди исполнил, вот все, что мне Господь сказал, я все исполнил, ты все равно этим не заслуживаешь, но исполнять их нужно, потому что это любовь, да, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, то есть посмотрите, какая тонкая грань, как только ты начинаешь утверждаться на том, что ты исполняешь заповеди Божии, ты лишаешься благословения, в то же время, если ты их не исполняешь, ты можешь попасть вот в такую сферу беззакония, а когда в наши жизни беззаконие, Дух Святого тоже не придет, смотрите, какая тонкая грань, поэтому нам нужно просто четко понимать, почему я исполняю заповеди Божии, это моя любовь к Богу, я этим не заслуживаю, помните, интересно, как выразился апостол Павел в послании к Титу, что он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, уже став верующими, не поэтому он нас спас, хотя важно, чтобы были дела праведности в нашей жизни, важно, чтобы мы соблюдали заповеди Божии, но мы этим ничего не заслуживаем, значит, смотрите, друзья, заповеди Божии важно соблюдать, важно пребывать в Господе, важно угождать Его, тем самым мы создаем, как бы, такую правильную атмосферу, у нас правильное состояние сердца, чтобы туда был изгиб Дух Святой, но в то же время, соблюдая заповеди Божии, я понимаю, Господь, я этим ничего не заслужу, все заслужил ты, все благодаря тебе, все благодаря твоей голговской жертве, вот об этом пишет апостол Иуда, помните, как он интересно говорит, он сначала говорит о лжепророках, которые будут пытаться проникнуть в церковь, о лжево учителях, и говорит, а вы возлюбленные, назидай себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняй себя в любви Божьей, смотрите, это наша сторона, вот вы, назидайте себя, вы молитесь Духом Святым, вы сохраняете себя в любви Божьей, а потом говорит, ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни, то есть смотрите, ты себя назидаешь, ты молишься, ты себя сохраняешь, это все правильно, так должно быть, но все равно по милости, понимаете, все равно по милости, все равно ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни, Вот поэтому написано, что умирающие в Господе, вот они идут к Господу, а дела сзади, не впереди. Вот, смотри, Господи, я дела сделал, я достоин Царства Небесного. Нет, ты не достоин. Ты достоин благодаря жертве Иисуса. Вот только поэтому. Потому что Иисус умер за нас и воскресил, но заповеди нужно соблюдать. Поэтому, друзья, смотрите, мы хотим, чтобы Дух Святой наполнял нас. Мы хотим, чтобы Он приходил в наше сердце. Мы хотим, чтобы Он посещал церкви, в которых мы служим. Мы хотим, чтобы в большей мере Дух Святой злился. Для этого нужно начать возвеличивать Иисуса. Нужно отказаться от любого вида гордости. В том числе от гордости, когда ты и я, мы гордимся тем, что мы соблюдаем заповеди. Мы хвалимся собой. Глубоко где-то в сердце. Это может быть сокрыто от людей, но ты гордишься этим. Ты хвалишься, что ты соблюдаешь заповеди Божии. Ты утверждаешь себя на делах закона. Это неправильно. Знаете, друзья, еще хочу сказать, повторить, вернее, слова Господа Иисуса. Он говорит, как вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете, а славы от единого Бога не ищете? Он говорит, это неправильная вера. Это не Божья вера, это не евангельская вера, когда мы друг от друга славу принимаем, ищем, а славы от единого Бога не ищем. Вы знаете, это то, что сказал однажды Иисус. Отвергни себя. Друзья мои, как это важно нам с вами сегодня глубоко в сердце своем отвергнуться от своей славы в любых проявлениях, когда мы хвалимся собой. Когда мы, пусть немного, но мы ищем славы в народе, проповедуем, поем, какие-то другие служения исполняем, и мы немножко ищем славы. Конечно, это не так, как делают люди мира этого, но где-то глубоко в сердце еще есть это желание прославиться, быть значимым в церкви, чтобы меня заметили, чтобы меня отметили, чтобы все знали, что это благословенный брат. Друзья мои, я хочу сказать, во Христе Иисусе нет никакой исключительности. Если мы думаем, что мы, может быть, ни с кем с этим не делимся, но если мы в сердце думаем, что мы какие-то особенные сосуды, вот, например, если я так о себе думаю, я так не думаю о себе, но если, например, какой-то особенный сосуд, у меня исключительное служение, меня Бог к этому предназначил, мы находимся в обольщении, друзья, это обольщение, это обольщение гордости. Вы знаете, вот мне тоже понравилось выражение, смирение, оно о себе даже не заявляет, что обо смирении, понимаете? Вот смиренный человек, он просто смирен, ему даже не надо это специально демонстрировать, об этом заявлять, это состояние сердца, он смирен, он не смирен кем-то. Иногда, если мы не смирены, Бог нас может смирить, мы будем смирены кем-то, он нас может смирить, он силен смирить ходящего города, но лучше, чтобы у нас было смирение, как плод. И вот, друзья мои, никогда, никогда о себе не будем думать, что мы исключительные проповедники, исключительные певцы, исключительные молитвенники, это обольщение, друзья мои. Это мешает Духу Святому действовать в нашем сердце, потому что ты прославляешь себя, а не Иисуса. Господь, как важно сегодня нам умолиться, как важно смириться, как важно дать место Иисусу Христу в нашей жизни, как важно полюбить Господа настолько, чтобы всегда прославлять Его и в Его славе находить удовлетворение. Это может быть, когда ты, когда кого-то Бог будет рядом сидящего использовать сильнее, чем тебя, и ты будешь радоваться и говорить, слава тебе Господь за это. Я благодарю за братьев моих, за сестер, которых ты используешь. Да, это может быть так. Вот смирение, оно всегда радуется, когда прославляется Господь. Не обязательно через меня. Мы все тело Христова, и через каждого члена тела Христова Бог может действовать. Друзья мои, как важно иметь сегодня этот смиренный дух. Как важно, вот понимаете, почему у нас иногда покоя нет в сердце? Потому что нет славы Божьей. Слава Божьей выражена в том, что мы прославляем только Христа. Мы никогда не переживем вот той предназначенной для нас в Евангелии славой, если мы еще будем держаться за свою славу. Поэтому сегодня Господь нас к этому зовет. И, кстати, это одно из действий Духа Святого. Он прославит меня. Он не пришел нас прославить, друзья. Он не пришел чье-то имя, наше имя сделать великим целью. Он пришел прославить Иисуса. Понимаете? И вот хорошая такая добрая почва для большего излияния Духа. Мы все имеем Дух, Он в каждом из нас здесь. Но для большего излияния, когда мы покоряемся Духу Святому и говорим, только Иисус. Только Он велик. Только Он достоин славы. Я не достоин славы. Никто не достоин славы. Это не значит, что мы не должны друг друга уважать и почитать. Это нормальное взаимоотношение в теле Христовом. Но прославлять только Христа. Понимаете? Прославлять только Бога. И вот когда наше сердце под действием Духа Святого покоряется этой великой истине, о том, что прославляться должен только Бог, это очень хорошая почва для большего излияния Духа Святого. Понимаете? Вот поэтому, друзья, Дух Святой приходит только благодаря славе Христа. Только тогда, когда мы правильно понимаем, что Он умер, Он воскрес, и это есть главное условие, почему Дух Святой приходит в мою жизнь. Когда мы это реализуем практически, отвергаемся от Своей славы и говорим, Господи, только Ты велик, только Ты достоин славы, только Тебя хочу прославить. Это когда мы, соблюдая заповеди Божии, потому что мы умерли для греха, да, и мы похоронены в крещении. Друзья, крещение – это не просто мы зашли в воду и пообещали Богу. Да, это один из аспектов крещения, мы входим в воду, мы обещаем Ему служить доброй совестью. Вы знаете, что в крещении – это реально, нас похоронили. Это не просто красивое иносказание, это, ну, можно сказать, таинство в том смысле, что непостижимым для нас образом в крещении Бог нас похоронил. Мы погребены с Ним в крещении. Это истина. И в эту истину надо ходить. Господь, я умер вместе с Тобой, я погребен в крещении. И надо бодрствовать и молиться, и соблюдать себя, и хранить себя. Но храня себя и соблюдая заповеди Божии, я еще раз напоминаю просто, мы должны не утверждаться на делах закона. Мы все равно утверждаемся на Христе. И понимаем, что соблюдая заповеди Божии, я ничего не заслуживаю. Все заслужил на меня Христос. Но это важно – соблюдать Его заповеди. Потому что благодать не будет умножаться, если мы будем оставаться в грехе. Понимаете? С одной стороны, с соблюдением заповедей Божьих я не заслуживаю, допустим, излияние Духа. Это с одной стороны. Все заслужил Христос. Но, с другой стороны, заповеди Божьи нужно соблюдать. Потому что, когда человек сознательно пребывает в грехе, благодать не будет умножаться в его жизни. Так говорит апостол Павел. Я буду заканчивать уже, друзья. Я хочу сказать, что Бог хочет действовать Духом Святым в жизни каждого из нас гораздо более сильнее, чем это пережили до сего момента. Мы, конечно, должны быть благодарными Богу за все, что Он делал и делает своей благодатью в каждом из нас, в наших церквях. Но Дух Святой хочет изливаться в нас. Хотя бы начать с того, что Бог хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, друзья. К сожалению, это не всегда так. Мы не всегда как проповедники исполнены Духом Святым. Мы не всегда как молитвники исполнены Духом Святым, друзья. Мы не всегда как просто христиане исполнены Духом Святым. Может быть, иногда. Бог хочет, повторяю, больше и чаще нас наполнять. И когда мы будем наполняемы Духом Святым, очень многое поменяется. Наши проповеди поменяются. Наши служения поменяются. Будем переживать на служениях славу и силу Божию, и люди будут с них уходить удовлетворенные, исполненные силой, и их будет тянуть на эти служения. Их не надо будет уговаривать. Им будет хотеться прийти на такое служение, где они переживают посещение силой Божией. Знаете, вот я в свое время это пережил в Баларославецкой церкви, когда еще был Иван Петрович. Вот он был такой человек, который искал Господа, прославлял Господа. И, вы знаете, мы замечали, что сейчас уже нет этого. Но мы тогда еще застали это время, когда Дух Святой на служениях сходил с такой силой, волнами просто. Такие были сильные посещения, такая слава посещала народ Божий. Ну, по некоторым причинам это можно терять. Но я хочу сказать, что это реальность и в наше время, друзья. На такие служения хочется ходить. Понимаете? Когда люди знают, что они придут и соприкоснутся, реально соприкоснутся с живым Богом. Они переживут в себе Его силу, Его могущество. Они услышат Слово от лица Его. Дарит Виккельсон, он всегда делал на это упор, чтобы получить Слово от Господа. Это для проповедующих. Чтобы получить Слово от Господа. То, что сейчас у Бога в сердце к Его народу. Понимаете? Друзья мои, мы не должны блистать знанием. Храни нас Бог. Мы не должны выходить за кафедрой, чтобы так свысока, как учители, доносить истину Божию. Я хочу сказать, друзья, не будьте учителями, братья, проповедующие. Пусть Бог хочет через вас. Мы только будем этому радоваться. Но не выходите, как учителя. Не надо, вы теряете помазание, вы теряете благодать, если вы так делаете. Не выходите, как учителя. Не выходите, как такие значимые фигуры. Выходите в смирении, прославляя Бога. Имея страх Божий. Как говорил Павел, когда он пришел в Каринф, он говорит, я ничего не знал, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Был я в страхе и в великом трепете. Вот состояние Павла. Посмотрите, апостол, видевший Господа, получивший от Него откровения. И в таком вот уничижении, в таком страхе, трепете он выходит. И смотрите, какая была проповедь. В явлении Духа и Силы. И вера людей, слушавших Павла, утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Такую веру трудно поколебать. Вера, утвержденную на силе Божьей, утвержденную на Христе. Поэтому, друзья, Бог хочет действовать через каждого из нас. Бог хочет являть свое могущество через каждого, может быть, в своей мере, потому что мы разные члены. Но Бог хочет прославляться. Давайте мы от своей жизни отвернемся себя, прославим Иисуса, поймем, что нам нечем хвалиться, нам нечем гордиться, нам не нужно искать своей славы. Давайте будем искать славы Божьей, соблюдать заповеди Божьи, но этим не хвалиться, этим не гордиться. Если ты, дорогой брат, соблюдаешь заповеди Божьи, это совершенно не повод считать себя лучше рядом с сидящего брата или сестры. Это вообще не повод. Мы хвалимся одним Христом. Каждому будет своя награда на небесах. Но сегодня ты не хвались, ты не прославляй себя. Ты не будь, ведь когда мы соблюдаем заповеди Божьи, и мы не совсем правильно понимаем эту тему, мы начинаем быть уверенными в себе. Я же соблюдаю, и ты уверен и в себе. Нет, друзья мои, ты соблюдаешь только потому, что тебе Бог дал эту благодать соблюсти. Это не твое, это тебе подарено. Ты этим не хвались, ты хвались Господом, вот этим источником жизни. Пусть Бог нам поможет, друзья. Повторяю, мы сейчас будем с вами молиться. Бог хочет изливать нас Дух Святой. Бог хочет исполнять нас Дух Святой. Но главное условие, чтобы Иисус был прославлен. Что только благодаря славе Иисуса Христа Дух Святой приходит в нашу жизнь. Аминь. Помолимся, брат. Аминь.